Какое сооружение наконец достроили индусы? Почему одной из авиакомпаний пришлось отменить сотни своих рейсов? И кто нападает на прохожих в Австралии? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Индии официально открыли дамбу Сардар-Саравар, которая строилась 30 лет. Торжественная церемония состоялась как раз в день рождения премьер-министра страны Нарендра Моди. Он же и ввел плотину в эксплуатацию. Первый камень строительства был заложен в 1961 году еще Джавахарлалом Неру. Но полноценно возводить объект начали только через четверть века. Объем водохранилища почти 6 миллиардов кубических метров. А электроэнергия будет распределяться между тремя штатами. Авиакомпания Ранейр отменила по 50 рейсов в день на ближайшие 6 недель, чтобы отправить в отпуск своих сотрудников. Путаница возникла из-за того, что летом авиаперевозчик перевыполнил план трафика. И многие пилоты и бортпроводники не успели использовать заработанные выходные. Ранейр заявил, что пострадают лишь немногие пассажиры, но британское издание Guardian насчитало почти 300 тысяч возможных жертв отпуска авиасотрудников. Тем, кто уже купил билеты на рейс, которых не будет, предлагают вернуть деньги, выбрать другую дату вылета или другой маршрут. Сотни активистов блокировали офис бренда модной одежды Барбари. Защитники прав животных выступают против использования модельерами натурального меха. Протестные акции стартовали вместе с лондонской неделей моды. Люди освистали гостей показа бренда, среди которых была супермодель Kate Moss. В то же время в Барбаре заявляют, в этой коллекции и так нет меха. Дискать еще не сезон для использования этого материала. Второй день Октоберфеста баварцы хвастаются своими нарядами. В Мюнхене прошел традиционный парад трактов, национальных немецких костюмов. Мужчины надели укороченные штаны, высокие шерстные белые носки и шапки с пером. Дамы же нарядились в пышные юбки и корсеты, поддержали праздничный дресс-код и зрители парада. Многие пришли в тирольских шляпах. Власти Австралии призывают людей быть осторожными и надевать широкополые шляпы, чтобы избежать нападения сорок. Каждый год эти птицы осенью в период подрастания молодняка нападают на прохожих. Но в этом году сезон атак начался раньше. Только за август зафиксировали около 300 нападений, пострадали полсотни человек. Но австралийцы убивать или ранить сорок не могут. Это незаконно. Все, что им остается, защищаться. СМИ и власти просят людей не провоцировать птиц, не приближаться к гнездам, слезать с велосипеда рядом с местами обитания сорок и не пытаться спасти птенцов, лежащих на земле.